И всем привет, ребят! С Мистер Байк, если записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен анонсам, которые появляются у нас из-за видеоблога нашей игры. Сегодня мы поговорим о том, что нам рассказали там интересного, а есть те новости, о которых я лично даже и подумать не мог. Да, обсудим сегодня видеоблог и обсудим новую механику, которая уже совсем скоро появится в нашей замечательной игре. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15, ой нет, не 15, на 20 тысяч танкоинов и на 3 миллиона кристаллов у нас уже видоизменен и обновлен наш замечательный розыгрыш. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такт, такт, МП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а что касаемо видеоблога, то здесь показали новую механику и эта новая механика связана с появлением гранат. Гранат и фто, что это такое? Но именно так это все дело и выглядит, именно так это будет работать. Первые мои впечатления вообще что, как, чего, каким образом это может работать, но это реальный факт, который уже скоро появится в игре. И это даже не какая-то первоапрельская шутка, это новая механика, которую мы в ближайшем будущем увидим и это то, что появилась идея. Граната обладает физическими свойствами. Она отскакивает от стен, ее можно забросить даже на верхний уровень карты, куда на гусеницах или колесах быстро не добраться. Граната тактична, ведь противнику надо на нее реагировать, чтобы оставить свое здоровье нетронутым. И, наконец, граната понятна. Гранату нужно просто бросать. Если бы в игре были гранаты, то сколько секунд до взрыва нужно, чтобы с ними было интересно играть? 2, 3, 7. Интересный вопрос. В общем и целом это новая механика и это, можно так сказать, дополнительный припас, который уже в ближайшем будущем появится в нашей игре. То есть у нас есть дефолтные припасы, есть мина, которая ставится и которую, ну, наверное, на сегодняшний день уже намного легче обойти. Можно привыкнуть. А вот такая механика в виде гранаты, которую можно будет запульнуть. И это, ну, наверное, по факту новый припас. Выглядит необычно. Да. И как это все дело будет работать до конца? Ну, наверное, понятно, исходя из того, что здесь видим. Да, это, то есть, это на дистанции подрывник в движении, только не на танке. Да, то есть у тебя есть возможность закинуть какой-то дэмэдж по оппоненту с расстояния. То есть условный помидор, который накидывает гранату, и это, наверное, будет работать как дополнительный припас. То есть если условно у нас есть 6 кнопок, если 6 это у нас, например, золотой ящик, то мы убираем эту 6 кнопку. Это у нас становится 6 припасом граната, который ты можешь просто закидывать. То есть у тебя становятся 2 припаса, которые наносят урон не от пушки. Выглядит интересно, вопрос лишь только в том, как это будет работать до конца, но на геймплей это точно будет влиять. Очевидно, что это будет появляться, я думаю, что только в рамках матчмейкинга. Вряд ли такая вещь появится в киберспорте, хотя на дистанции, может быть, мы такое увидим. И здесь можно много чего придумать, да, и каких-то тактических решений, как это все дело закидывать. Но хотелось бы в первую очередь сначала покатать, возможно, с такой механикой на тестовом сервере. Очень неожиданная вещь, о которой, ну, наверное, я бы даже и не задумался. Да, если бы сегодня было бы 1 апреля, я бы сказал, что это первоапрельская шутка. Но это реальный факт, который в ближайшем будущем появится в нашей игре. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам понравился, за информативность. Ну и пишите все свои мысли. Как вы думаете, будет ли это интересное изменение в новой механике, либо же это, ну, что-то шляповое. Да, напишите, будет интересно почитать. Поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.